В Казанском энергетическом университете с 19 по 23 сентября проходит 7-я международная научно-техническая конференция «Электроэнергетика глазами молодежи-2016». Ежегодное мероприятие проводится с 2010 года. В конференции принимают участие молодые энергетики. Главной целью проекта является развитие научного и творческого потенциала молодых исследователей в области электроэнергетики. Ну 20 миллионов рублей. Не каждый готов сегодня выружиться. Посещение гостями энергоуниверситета началось с демонстрационно-образовательного инновационного центра. Здесь студенты, аспиранты и школьники знакомятся с новинками в области энергоснабжения. На базе центра студенты могут проходить обучение и проводить исследовательские работы в рамках учебного плана. Далее следовало открытие конференции и пленарные доклады в актом зале. Были очень интересные доклады представителей Новосибирска, Томска, центрального аппарата, единой энергетической системы, системного оператора. А также очень интересное мероприятие было. Это круглый стол по образованию, который затронул аспекты подготовки инженеров для специалистов электроэнергетической отрасли. Развернулась бурная дискуссия. Людям не хватило трех часов, которые не приседали. Было поднято много вопросов, получено меньше ответов. Но это свидетель того, что тема интересная и всех интересует, всех будоражит. Закончился же первый день круглым столом, где главной темой было вузовское образование для электроэнергетики. По словам Эмилиша Мсудинова, мероприятие следует проводить чаще. Подобная встреча является ничем иным, как мостом между молодыми учеными и различными компаниями. Мероприятие нужное. Нужное в первую очередь как для самих обучающихся, так и во вторую очередь для специалистов энергетиков. Потому что фактически это мероприятие является мостиком между производственниками, потребителями наших выпускников. И сами выпускниками, и молодыми учеными, работающими в недрах энергокомпании. Уже линия не находится рядом с какими-то шоссеными дорогами. Во второй день вся программа будет строиться на работе с секцией с интервалом. В 10-15 минут докладчики выступят перед экспертами. Лучшие будут отмечены на закрытии конференции. Роман Даров, Алина Сибгатулина, Израиль Ибрагим, НРГТВ. Специально для Универс Матри.